Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, я очень рада видеть всех вас на своем канале и у нас сегодня окончание того самого видео, которое было месяц назад, которое называется «Поговорим о школе». Сегодня у нас с вами вторая часть, и это значит, что оставшиеся 15 пунктов мы разберем сегодня. Это не тег, это я придумала я сама, 15 фактов, всего их 30, первое видео вышло месяц назад и ссылку, конечно, я оставлю в описании. С 1 по 5 класс я носила форму, и это немного странно сейчас, кто слушает, потому что многие сейчас не носят форму. У нас пытались приравнять к гимназии, но у них ничего не получилось. Для меня это была пытка, потому что форма была некрасивая, мне не нравилось ее носить, абсолютно не нравилось. Все как инкубаторские, короче, бегали в этих бордовых юбках и малиновых пиджаках. Это вообще, конечно, как из а-ля 90-е, но в общем. Когда нам разрешили не носить это все, я была просто самым счастливым человеком, потому что можно было носить разные шмотки. Но с формой, конечно, был какой-то полнейший неудел, потому что мне дико не нравилось. Хотя не было таких сложностей в том плане, что у того-то такая-то кофточка, с тебе ее хочется, у кого-то другая кофточка. То есть не было среди детей каких-то там, знаешь, типа, мама-мама, купи мне, я вот увидела у одноклассницы вот это, купи мне вот это. Вот этого у нас, конечно, не было. Но то, что все ходят как одинаковые, это, конечно, ну, это не круто. Не знаю, у кого как со сменкой в школе дело обстояло. Мне никогда не нравилось, так сказать, с собой сменку, потому что переобуваться не было места у нас, все дети толкались. И я каждый раз, выходя из дома, просто в школе мыла кроссовки, а пакетик со своей сменкой, это просто, знаете, так, для отвода глаз было на самом деле, чтобы толк у меня не запалили. Но в 10 классе у нас была вот эта вот дикая учительница, про которую я рассказывала вам в предыдущем выпуске, и она каждый раз заставляла нас показывать ей подошву. Что было просто каким-то очень странным действием, но кое-как мы справились с этим. Про сменку я тоже не люблю вспоминать, а в общем, когда мы шли обратно со школы домой, я никогда не перебывала свои ботинки, потому что мне было лень. Ну, там не важно, ботинки, кроссовки, все, что там было, но, короче говоря, мне было лень. Про отмазы от физкультуры вообще отдельная тема. Я любила физкультуру до 5 класса, пока у нас не поменялся учитель. Ну, в принципе, это норма для тех, кто, например, любил предмет, потом учитель поменялся, предмет стал просто каким-то жутким и неинтересным. У меня такая же ситуация тоже была. Когда я переходила в 5 класс, у нас была преподавательница, которая очень... Короче, с ней было очень тяжело, вот, и я каждый раз отмазывалась. То у меня болел живот, то у меня болела голова, то там родители написали записку, чтобы я не ходила, то я придумывала какие-то справки, лишь бы только не ходить на физкультуру. Ну, конечно, мне в физкультуре очень нравился волейбол, это отдельная тематика, но не всегда же был волейбол, сами понимаете. Самое страшное для меня в физкультуре была гимнастика. Я очень долго не могла понять, как нужно сделать ковырок вперед. Ковырок вперед я до сих пор вспоминаю с каким-то ужасом, хотя, в принципе, я могу это и сейчас сделать, здесь ничего сложного, как вы понимаете, нет. Но на физкультуре раньше мне очень нравились лыжи. Вот это именно зимняя физкультура, и эти лыжи, короче говоря, я лучше всех гоняла на лыжах. Причем я еще приходила после школы домой и делала то же самое, уже там выходила после уроков и каталась. Я не училась в четвертом классе, я сразу же перепрыгнула с третьего и оказалась в пятом. Я знаю, что сейчас все учатся в четвертом классе, но я вот так вот у меня получилось. Один раз я училась во вторую смену в школе, и у меня были очень такие странные ассоциации, потому что я всегда опаздывала к первому уроку, несмотря на то, что у нас начинались уроки где-то примерно в час или в два, по-моему, даже в два. Очень удобно учиться во вторую смену, потому что ты высыпаешься, обратно со школы ты идешь часов в семь, и у тебя, в принципе, особо нет времени, но такое тоже было. Зато был бы этому один очень большой плюс, потому что вся-вся школа училась в первую смену, а когда ты приходил, получается, что все остальные уходили. И у тебя получалась вот такая пустая школа, и ты там делал все, что хотел, короче, король школы, грубо говоря. История про раковину, отдельная тема вообще. Помните, я вам рассказывала про учительницу, которая пыталась сделать церковно-приходскую школу? У нее были очень странные методы с нами в плане воспитания. Дело в том, что когда мы опаздывали на ее урок, а если был первый урок биологии, кстати, посмотрите, ссылка будет в описании на первую часть, поговорим о школе, она наставила как бы в угол, но этот угол был раковиной. Конечно, я там пару раз тоже постояла, потому что я, ну, было дело, я опаздывала в школу. Но это было очень странно, когда старшеклассники класс 10-11, такие здоровые лбы, такие уже там почти там, почти такие, знаете, ну, уже такие уже в возрасте, так скажем, то есть такие переросты стоят у этой раковины. Причем она просила еще нас отвернуться, поскольку раковина в кабинете биологии была. За всеми, то есть были такие парты, 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 и потом там за нами была раковина, она нас просила вот так вот развернуться, и мы стояли спиной. И я до сих пор как бы так. Вспоминаю, так скажем, но не то, что с каким-то презрением, а, ну, мне это странно. Не знаю, есть ли у вас такое в школе, и вставили ли вас в угол в школе, особенно вставили ли вас в угол в 10-м классе, то напишите, пожалуйста, в комментариях, мне просто интересно, вдруг такие еще собратья по несчастью существуют. Своё первое сентября в школе, именно в самом первом классе, я вспоминаю, ну, наверное, с какой-то улыбкой, потому что я умудрилась подарить вместо трех хризантем или пяти, я не помню. Ну, короче, у меня было четное количество. Дело в том, что у меня цветы были выше меня, ростом, и когда я их заносила в школу, я нечаянно зацепилась за ручку, а ручки такие были большие, деревянные, и вот так вот потянула, короче, и у меня половина цветов осталась на этой ручке, они оторвались и упали. И мне пришлось преподавателю дарить так, а поскольку я вообще не понимала, что происходит, потому что я не хотела идти в школу, и для меня 1 сентября, это, знаете, был такой день, очень странный, потому что я помню линейку, помню, как нас все собрали, помню, у меня были огромные такие два банта, вот такие, ну, они помещаются здесь, чтобы вам показать, ну, такие два здоровых банта, которые были больше, чем моя голова, и вот эти вот здоровые цветы, которые меня перевешивали, и вроде бы снимали, фотографировали меня родители, типа, как круто, так здорово, а я просто как робот шла и думала, блин, что же меня там ждет? Я не думаю то, что у меня было хорошее настроение, вернее, я даже не помню, я помню просто отдельные какие-то кадры, как оторвались цветы, эти здоровые банты, и свою первую учительницу. В школе я просто ненавидела диспансеризацию, для меня это был просто жуткий кошмар. Каждый раз я делала так, что я заболевала. Один раз в жизни я была на этой диспансеризации от школы, и все. Когда я заболевала, я шла к врачам, но в принудительном порядке, когда весь класс водили, меня там, конечно же, не было, потому что мне рассказывали такие страшные вещи, когда там, и что, я, короче, ну, и я всегда заболевала, всегда это сделала специально, там, нагревала градусник, там, не знаю, что только не делала, лишь бы только остаться дома. У вот этой вот безумной преподавательницы, которая вставила нас к раковине, которая преподавала биологию, пыталась сделать церковно-приходскую школу, и еще она занималась аэробикой. Причем это была непростая аэробика, не то, что вы сейчас видите в фитнесах, да, там, не то, что вы видите какие-то занятия. После школы каждый вторник и пятницу мы собирались в актовом зале, где она нам пыталась преподавать аэробику по своей программе, которую она сама придумала, хотя она ни разу не фитнес-тренер, ни разу не какой-то педагог, там, да, по спорту, там, или что-то еще в этом роде. Я не знаю, откуда она брала правильность этих занятий, правильность упражнений. Мы занимались в течение часа сорока минут, а потом все ложились, и она нас заставляла открывать чакры. Ну, то есть, чтобы... Я не очень люблю эзотерику и все, что с этим связано, но, в принципе, я хотела сделать отдельный выпуск на тему эзотерики и всего остального, но я до сих пор вспоминаю, как класс из одних девочек лежит, мы с закрытыми глазами лежим, значит, на этих ковриках таких для занятия спортом, и она там... Сначала открывается у вас чакра на лбу, та-та-та-та-та-та. Потом у вас открывается чакра в районе живота, потом еще где-то. И она делала так, короче, я не знаю, правда-то или нет, что наши души, они где-то вот влетали, вылетали, и она вот так вот, вот так усидела с раскрытыми руками, и типа, как бы у нас заставлялась, чтобы мы там отдыхали, парили там где-то. Я один раз тоже, короче, решила, как все девочки, притвориться, что типа, там, я не могу вернуться оттуда. Вообще, я такой бред сейчас говорю, вот кому расскажи, я не знаю. Мне кажется, что Министерство образования России просто задумается, на самом деле, кто преподавал в этой школе, и потом будут меня донимать. Но неважно, как бы это было давно, и неправда, и не думайте об этом. Наша преподавательница думала, что когда мы ложимся найти в коврике, наша душа вылетает и летит под потолком актового зала. Вы только вдумайтесь в этот бред. Однажды я хотела, чтобы типа моя душа тоже улетела, и я решила повторить над одной девочкой, и тоже лежала с закрытыми глазами, после чего учительница подошла ко мне, и вот так вот такими руками, типа спускайся, 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 вот она спускается, твоя душа спускается. Вы знаете, если честно, такого бреда я никогда в жизни не видела, и не слышала, и ни от кого не слышала, что такое может быть вообще происходить в школе. У меня какие-то тоже, я не могу просто это вам нормально описать, рассказать, что это было такое, но она пыталась сделать так, чтобы мы куда-то улетали под потолок после занятия аэробикой. Типа это нормально, то есть так организм отдыхает, то есть когда ты вылетаешь и раскрываешь свои чакры, ты можешь отдохнуть буквально за 15 минут. Честно говоря, это какая-то просто, ну не знаю, мне кажется какая-то фигня. Про школьный буфет тоже отдельная тематика, я также, как и все, брала деньги у родителей до 12 лет, потому что после 12 я уже пыталась сама заработать, и откладывала, то есть как бы всю фишку со школьным буфетом, и с тем, что я копила деньги на что-то другое, в моей жизни тоже было, и я тоже все проходила. Еще у нас были школьные экскурсии, которые делал учитель по обществу знаний, про него я также рассказывала в первой части. Экскурсии эти очень странные, потому что мы ездили по самым обычным местам Москвы, то есть ничего интересного не было, после двух таких экскурсий я уже ездила по своим делам, то есть если мне нужно было поехать на телевидение, например, я ездила вместо этой экскурсии, либо я занималась какими-то своими интересными делами, но у меня тоже всегда были какие-то поездки, то есть родителям, конечно же, я говорила то, что еду на экскурсию с этим преподавателем, а сама я ехала по своим делам. Еще я очень любила Новый год отмечать дома. У меня Новый год начинался с 20 декабря. Каждый год 20 декабря я заболевала для школы, и делала я это с 6 класса. Меня мама оставляла дома, и мой Новый год начинался с 20 декабря. Как там четверть заканчивалась, мне было абсолютно все равно, потому что у меня же Новый год. Я не знаю, существует ли сейчас у вас дежурство, или как это происходит, мы дежурили по школе с 5 класса, я очень любила стоять на дверях и проверять сменку, это было мое самое любимое место. В принципе, вы уже знаете, как я относилась к сменке, то, что я не любила с собой таскать, но постоять на дверях и попроверять сменку, это прямо было мое любимое занятие. В первом классе я шла, шла, шла по коридору, вот так вот задумавшись, и смотря вот так в пол, не заметила дверь и прям вписалась, и у меня была такая огромная шишка, вы не представляете, шишка была просто нереально здоровая, даже мои родители были в шоке, причем она потом посинела, и я так ходила в школу. И, в принципе, с тех самых пор, да и вообще я была очень таким замкнутым ребенком, ну, мне нравилось быть в себе, как бы у меня свой мир в себе, там, свои какие-то дела, истории, там, и так далее, но эту шишку я, наверное, никогда не забуду, потому что она реально была на пол лба. Сейчас у всех есть электронный журнал, и я прекрасно об этом знаю, но я все-таки кое-как успела застать ту самую, да, оценки были в журнале, и писались они ручкой. И вот преподаватель по биологии у нас любила ставить колы, очень любила. Самые главные хулиганы любили из единички делать 4, ну, то есть вы понимаете, один там, да, один и четыре. Все очень просто, вот такими плохими делами я занималась в школе, может быть, мне сейчас не стыдно это вспоминать, да и, в принципе, тогда мне не было стыдно, ну, чего же там говорить-то. Но такими делами занималась, как бы не только я, там занималась полукласса, а один раз мы лезвием, знаете, обычным лезвием, таким острым, подтирали оценки, и я из тройки сделала себе три пятерки. А еще я помню, как двойки рисовали карандашом, а мы их потом стирали, тоже было прикольно, а сейчас уже такого не сделаешь. Хотя, в принципе, я думаю, что нет ничего невозможного, но лайфхаки уже устарели по поводу того, как стирать оценки в журналах, уже это все неинтересно, поэтому, дети, я вам не завидую, кто сейчас с электронными журналами носится, потому что того, что было у нас, у вас уже не будет. Ну и мое любимое, на выпускной. Когда я шла на выпускной, я знала, что уже поступила в институт, так как меня очень не любил преподаватель или классный руководитель, она мне всегда говорила, что я буду тушить пожары, короче, буду пожарным. То есть у меня есть тупо два варианта, либо я буду мамой, либо я буду пожарным. И как вы думаете, что с ней было, когда я в микрофон на всю школу, на весь актовый зал сказала, что не переживайте, у меня все ок, я уже студентка, грубо говоря. Так что я во всеуслышание на актовый зал рассказала о том, что я студентка, все ахнули, и эта злая преподавательница, про которую я вам рассказывала, просто села, потому что у нее, очевидно, закончились все аргументы. Вот такая у меня была жизнь в школе, я думаю, что обязательно мы продолжим эти выпуски, но уже без 30 фактов, потому что если что-то я вспомню, я обязательно вам расскажу и запишу отдельное видео уже про школу, как говорится, обещанное я исполняю, поэтому я думаю, что такое видео еще будет. А теперь про конкурс. Конкурс был несколько недель назад на том видео про косметику NYX, которое я снимала вместе с блогерами, и я дарю вам подарок, который мне передала Юля Пушман, это карандаш для ГОП, и сейчас посмотрим, кто его выиграл. И как вы видите, конкурс честный, все стараюсь сделать честно, и победила Евгения. По поводу получения подарка обязательно мы с тобой спишемся чуть позже. Большое спасибо то, что посмотрели это видео, я очень надеюсь, оно вам понравилось, потому что, видите, я стараюсь, стараюсь выкладывать видео чаще, хоть у меня совершенно нет свободного времени, но я пытаюсь, по крайней мере, да. Скоро Новый год, и скоро череда очень интересных видосов про Новый год. Это мой самый любимый праздник, и я надеюсь, что все самое интересное еще впереди, и обязательно скоро-скоро с вами увидимся. Я вас всех очень люблю, и желаю вам счастья. Целую, обнимаю, всегда ваша Гра Наташа, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok